У нас продолжается увлекательный и занимательный квест под названием «А что там, Аватар 2?». Ведь дело в том, что на данный фильм сейчас смотрят как на некий камертон, который в реальном времени показывает, сможет ли сверхмасштабный и дорогой блокбастер существовать дальше как класс, или его время вышло. Особенно это актуально на фоне крайне печальной статистики, которую мы приводили немного ранее, что за последних 4 года количество зрителей мировых кинотеатров сократилось в 2 раза, а крупнейшие киностудии и сети близки к банкротству. Что же, спешу вас обрадовать, ведь все не настолько плохо, потому что «Путь воды» продолжает свое триумфальное шествие, и на данное время всего 6 фильмов отделяет новинку от статуса самого кассового блокбастера всех времен. В то же время Джеймс Кэмера наконец-то поставил точку в судьбе Аватара, а самое интересное сражение киношного рынка в мире только начинается. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Ну что же, все мы уже прекрасно знаем, что общие затраты на фильм Аватар 2, если посчитать производство и рекламу, составили от 500 до 700 миллионов долларов, что сделало этот фильм самым дорогим в истории кино. Все мы также в курсе, что Джеймс Кэмерон заявлял о сумме в 2 миллиарда сборов, как о том минимуме, который позволит сиквелу не только окупиться, но и заработать достаточно, дабы затея со съемками еще трех мега крутых и дорогих блокбастеров оставалась интересной киноделом. Что же, триумфальное шествие фильма «Путь воды» на этих выходных немного убавило невероятные темпы, но все равно осталось на высоте. А именно, за прошедшую неделю «Путь воды» продемонстрировал падение сборов на 33%, что в целом очень достойный результат, учитывая, что до того фильм вообще не потерял в прокате, и вот общие сборы сиквела наконец-то перевалили за полмиллиарда внутри США и за 1 миллиард 700 миллионов долларов в общем зачете. Таким образом, «Путь воды» обогнал очередной мега крутой блокбастер «Мир юрского периода», собравший в 2015 году миллиарды и 650 миллионов долларов, тем самым «Аватар 2» переместился на седьмое место в списке самых кассовых фильмов всех времен. И это менее чем за месяц, такой вот подарок для Джеймса Кэмерона. Мы с вами, конечно, о таких подарках даже не мечтаем, но все равно хочется удивляться чему-то хорошему, как это произошло с нежданным мега-успехом второго «Аватара». Ну, например, получить новый смартфон почти на шару или другие прикольные гаджеты. Да, это возможно, забрать топовый смартфон, а если повезет, то и последнюю 14-ку в десятки раз дешевле на «Крэйзи Бокс». Это интернет-магазин, сюрприз коробок, и их тут действительно очень много, начиная с игровых и заканчивая коробками с телефонами. К примеру, если открыть коробку смартфонов, то можно получить абсолютно любой телефон. Это может быть как Samsung за 15 тысяч, а если повезет, то и последний iPhone. Выигранный приз заказывай себе, либо продавай обратно сайту и получай за него деньги. Но сначала я рекомендую открыть бесплатные коробки, в них много хороших призов. Итого, если повезет, то потраченные деньги могут легко превратиться в новый 14-й iPhone, так как работают эти ребята уже очень давно и зарекомендовали себя с хорошей стороны. Так что переходи по ссылке в описании на «Крэйзи Бокс» и забери свой топовый приз. Так вот, возвращаясь к «Аватару 2». Седьмое место в общем зачете говорит нам о том, что на пути у данной новинки осталось всего 6 фильмов. Это «Мстители», «Война бесконечности» и «Эндгейм», «Титаник», «Пробуждение силы», «Нет пути домой» и, собственно, «Аватар» 2009 года. Достойная компания, причем следующий в очереди тех, кого планирует съесть путь воды, это именно последний «Человек-паук» со сборами в 1,9 миллиарда долларов. Тогда как «Аватар 2» уже сейчас уверенно идет к отметке в 2 ярда и в ближайшие недели, очевидно, возьмет эту планку. А вот что на данный счет говорит Джеймс Кэмерон, ведь мы в курсе, что режиссер «Аватара» ставил по сути все будущее франшизы на то, сколько именно сможет собрать путь воды. Теперь по прошествию почти месяца с начала проката наконец-то Кэмерон решил поставить точку в этом вопросе. Режиссер уже заявил, что работает над сиквелами «Аватара». Он также добавил, «Мы проходим точку окупаемости, так что мне не удастся выбраться из этой затеи и я уже знаю, чем буду заниматься следующих 6 или 7 лет». А еще Кэмерон сказал, «Дело в том, что с нами все в порядке. Я уверен, что вскоре мы обсудим с ведущими представителями Дисней план развития «Аватара 3», который уже находится в разработке. Мы уже отсняли весь фильм, так что мы находимся в расширенной постобработке, чтобы проделать всю эту компьютерную магию. А затем написаны «Аватар 4» и «Аватар 5». У нас даже есть некоторые сцены из «Аватара 4» в активе. На данный момент мы начали франшизу, мы начали сагу, которая теперь может разыгрываться в нескольких фильмах. Последняя фраза, кстати, наиболее интересна, ведь некоторые англоязычные издания, типа «Валтар» и часть других уже написали о том, что и пятью частями, ввиду столь явного успеха, Кэмерон тоже не удовольствуется. Так что нам вроде как цитируют слова режиссера, который сказал, мол, пятый фильм будет вести всю историю к шестой и седьмой части. Не знаю, стоит ли воспринимать это прям слишком серьезно, в конце концов, я лично не нашел прямой цитаты Джеймса Кэмерона по данному поводу, но инфу эту все-таки до вас донести, считаю, стоило. Да и заявления Кэмерона, что теперь он точно переходит к франшизе, в целом могут означать, что и пятым фильмом все не завершится, особенно с учетом того, что невероятные сборы второго «Аватара» помогли компании Дисней исправить хоть отчасти нелегкое финансовое положение к концу 2022 года, и даже более того, стать уже седьмой год подряд самой кассовой киностудией Голливуда, начиная с 2016-го. Так что «Дом мыши» будет руками и ногами за расширение франшизы «Аватара», как минимум, пока эта франшиза приносит столь существенные сборы, а мы недавно с вами говорили, что «Путь воды» набирает гораздо активнее и быстрее, чем «Аватар» 2009 года, и если не произойдет прям существенного падения доходов, то сиквел имеет все шансы отобрать корону самого кассового фильма всех времен у своего предшественника. Так что в ближайший месяц мы с вами будем наблюдать самую интересную и захватывающую борьбу между крупнейшими блокбастерами всех времен за звание наиболее кассового фильма. И в этой борьбе «Путь воды» уж точно не намерен сдавать свои позиции. Что же касается расширения данной вселенной, то недавно мы узнали от продюсера «Аватара», что в пятой части по сюжету «Нави» даже отправятся на погибающую землю, ну а главные роли постепенно будут перетекать к детям Джейка и Нейтири, так что с подобным развитием истории я лично не удивлюсь, если в «Доме мыши» дадут добро на создание целой вселенной со спин-оффами, телевизионными проектами и так далее. При условии, конечно, что эти супердорогие фильмы и далее будут себя окупать. Тем более, что и Кэмерон как-то ранее говорил вскользь о Марвел, и о том, мол, сейчас это крупнейшая франшиза в мире, лишь потому, что за 14 лет они сняли десятки фильмов, а его «Кэмерон Аватар» вышел только второй. Давай понять, что увеличив количество проектов, вселенная «Аватара» сможет не только потягаться, но может и заткнуть за пояс детища Кевина Файги. Что же, это очень интересная история, в конце концов «Путь воды» уверен постарается отобрать второе почетное место самого кассового фильма в мире у Эндгейма, установив свою гегемонию, и если уже это произойдет, что довольно вероятно, то последние прожженные скептики уверен изменят свое мнение. В общем, на этом мы на сегодня заканчиваем, пишите ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего интересного не пропустить, а также ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.